Всех зрителей приветствую вам в канале, с вами как всегда я, Аверлорд, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную группу под названием Транспорт Фивер 2, и это уже 18 серия ЛП-6. Начинаем мы её с непосредственно прекрасного автобуса Икарус 260, который мы спустили в предыдущей серии. Они у нас гоняют в самых таких больших, так скажем, зажиточных городах, а именно Львов, Одесса и на одной линии Кривом Роге. И вот такие вот, так скажем, венгерские, элитные, как для этого времени, хороший автобус у нас, кстати, в самых больших городах. И непосредственно некоторые Лиазы, 677 обычные, из этих городов отправились в города, так скажем, поменьше, не первого значения, если можно так, конечно, выразиться. Неплохая у нас такая в итоге иерархия городов устраивается, не знаю, нужно ли это вообще или нет, можете, кстати, написать в комментариях, что вы думаете по поводу иерархии городов. Ну, тем не менее, она у нас здесь все же присутствует. Хотя, на самом деле, в принципе, если мы посмотрим на Ковель, то он приносит охренеть сколько денег. Типа, ну, вот эта линия только что была в очень хорошем плюсе, в очень хорошем. Но сейчас вот этот вот челик приедет, и тогда будет снова все очень даже хорошо. Да, в принципе, если и автобус, даже прибыль вроде как, да, приносит. Кстати, очень зря, наверное, я все-таки Лиазы из Львова, которым поменяли на 260-е карусы. Очень зря мы их не отправили в Ковель, надо было все-таки так сделать. Ну, да ладно. Также, кстати, я могу заметить, что прямо в самом начале серии у нас был 1973 год, когда у нас добавился новенький ЧС-4Т, получается, утюжок, так скажем, как он в народе называется. Входится у нас в депо, разумеется. Да, и еще у нас добавились вроде как вагоны ЕЖ-3. Это тоже хорошо, да. Вот у нас есть новенький. Не знаю, честно, будем ли мы его запускать в ближайшее время. В принципе, у нас и так, пока что с линией все хорошо, так что менять смысла нет. Да, по поводу пассажирских вагонов, увы, ну, ничего, да. Но некоторые, скажем, пассажирские новые вагоны будем запускать. К минимуму ЕЖ-3 новенький мы уже буквально сейчас запустим. Так что давайте, в принципе, не будем далеко отходить. Прямо в начале у нас, так сказать, темка появилась. Давайте мы их поставим. Прямо у нас есть линия М1, непосредственно метрополитен в городе Одесса. Конечно, это не самый большой город на нашей карте. Самый большой у нас является Кривой Рог, кто бы мог подумать. С населением 934, получается, человек. Одесса, аж на третьем месте оказалось. Но, тем не менее, нет метрополитен. Почему бы и нет? Да ладно. Ну что ж, управление транспортных средствами. В принципе, почему мы... Почему, во-вторых, хочу заменить эти поезда? Кроме того, что у нас, как бы, они чуть более новые, красивые будут. Во-первых, тут у нас я в прошлой... Точнее, в позапрошлой серии я запустил... Получается, пятивагонные ЕЖ-обычные. И давайте мы заменим здесь уже на ЕЖ-3 только уже четырех вагон. Это, получается, уменьшим состав на один вагон. Тем самым мы уменьшим затраты на их обслуживание. И, разумеется, нам будет довольно-таки большим плюсом. И, соответственно, то же самое давайте мы сделаем на линии М2, управление транспортным средством. И заменяем его на ЕЖ-3 четырех вагон. Прекрасно. Это мы потратили около шести миллионов гривен. Но, тем не менее, думаю, что это будет лучше, чем если у нас будут гонять, так скажем, далеко не самые выгодные поезда. О, кстати, смотрите. Моя перекрасочка в киевский. Получается, ЕЖ-3 здесь на нем осталось. Прикольно. Я даже и забыл, что я ее когда-то делал. Да, потому что она почему-то на карте в стиле Украины у нас, в котором мы строим на стримах. Почему-то у меня эта раскраска с них пропала, а здесь она почему-то есть. Интересно, конечно. Ну, ладно, прикольно, прикольно. Такое мы, разумеется, одобряем. Да, почему бы и нет. И он вез у нас, кстати, целых шестнадцать пассажиров. Мне кажется, как для митрополитенов, тем более, в Одессе это довольно-таки неплохо. Да, почему бы и нет. Пусть гоняют. Ну, что ж. Теперь давайте потихонечку переходить к тематике нашего сегодняшнего видеоролика. Разумеется, мы в самом начале давайте исправим несколько буквально небольших фейлов, которые исправить особо очень бы хотелось бы. Во-первых, это у нас доставка по реке кирпичей в, получается, артёжную станцию Керчи. Они довозятся до Кривого Рога. Я думаю, что это все-таки не выгодно, так как у нас, в принципе, на грузовой линии в Одессе у нас она забирает кирпичи на речную линию. Так что это невыгодно. И, во-вторых, у нас тут вроде как поезда, даже грузовые, прям вот, ну, прибыли стали явно меньше приносить. Так что я думаю, если мы добавим сюда немножко больше кирпичей, на эту линию это будет хорошо. Так что давайте мы, в принципе, продадим этот минусовой корабль. Вот, и вот лёгким образом получится Одесса-речковый-вонтажный. Мы, Одесса-речковый-вонтажный, мы его удаляем. Эта линия больше не понадобится. Также здесь у нас Одесса-цехла. Мы, получается, продажем управление линией. Убираем третью остановку. Теперь у нас линия ещё и короче эта стала. Так что, наверное, будет у нас есть чуть больше прибыли. Потому что здесь что-то у нас прям, как будто бы, прибыль по доставке кирпичей от кирпичного завода до Одесса немножко просела. Меня это действие не радует. Это not good. Но очень надеюсь, что, в принципе, таким образом у нас это всё дело немножко улучшится. Потому что, ну, как я уже сказал, линия стала намного короче. И прибыль, надеюсь, у нас пойдёт дальше. Во-вторых, что нам нужно изменить? Это Львив-Донецк-сортувальная линия. В принципе, я её ещё вне серии немножечко, так скажем, подправил. Теперь я на станции Донецк-сортувальный. Я немножко изменил настройки. Теперь, чтобы он загружал у нас не по 100% непосредственно груза, который возится в крытых вагонах. Я их изменил на 70%, чтобы непосредственно они загружали немножечко меньше определённых грузов. И хватало места, так скажем, на чуть большее количество, точнее, на равное количество всех этих грузов. Мне кажется, даже на пластик можно немножечко даже поуменьшить. Давайте даже до 60%, потому что его тут прям очень много. И получается, поезда эти, вот, Донецк-сортуворовочные возят чисто пластик, а всё остальное возят в малых количествах. Это нехорошо. Да, и во-вторых, что тут нужно изменить? Это то, что у нас, во-первых, смотрите, сколько он возит здесь топлива. Всего лишь-то 43 единицы переработанного топлива здесь, на Донецк-сортуворовочном, накопилось. А сколько везёт у нас, получается, запустим, один вот этот вот состав? Он везёт у нас в данный момент 49 уже готового топлива. Получается, всего лишь-то, ну, очень мало на это всё дело нужно. И второй поезд у нас везёт в 48 единиц переработанной нефти. И получается, например, настолько же. То есть мы можем выбрать эти два поезда, вот таким вот лёгким образом, и сократить количество цистерн, я думаю, что до штук 4 в один состав буквально столько не нужно. Ладно, давайте всё-таки посмотрим, сколько у нас вмещает одна цистерна. 18 единиц, в принципе, 18 на 4 у нас получится около 80, или точнее 72, вроде бы как. Так что мы, думаю, что до 4 вагонов, точнее до 4 цистерна, может быть, её сократить. И всё остальное заменить на крытые вагоны, так как большая грузов здесь всё-таки доставляется именно крытыми вагонами. Добавляем их до длины состава в соответствии с длиной платформ. Получается 322 метра. Прекрасно. И вот на штук целых 5 крутых вагонов у нас количество увеличилось. Так что теперь я думаю, что в этой линии будет всё ещё лучше. Ну и что ж, следующее, что я хотел бы сказать, это уже не по поводу тематики нашего видеоролика, а скорее по поводу изменений, которые я сделал вне серии. Это я убрал мод, который я сам настроил, чтобы поставить Татры на рельсы, чтобы у нас вот это непосредственно МТ-1, Метро Трам-1, в Кировом Роге ходило у нас нормально и по железной дороге. Но это у нас сделалось почему-то в ущерб трамваям, Татрам, которые у нас ходили по обычным трамвайным дорогам, присутствующих в Ванильный Трансфер 2. Но всё-таки думаю, что это было бы не очень хорошо, ради одной линии в Кировом Роге, лишать все остальные города непосредственно Татрам. Так что я здесь заменил наши Татры на вот КТМ-5, так как они изначально в моде, могут становиться на рельсы, и даже партограф непосредственно изменён под высоту контактной сети. Так что почему бы и нет, думаю, что это будет немного логично. Тем более, в отличие от Татры, которые мы ставили на рельсы, здесь будет даже анимация двери, что непосредственно является тоже таки большим плюсом для этой линии. Непосредственно, разумеется, на все остальные трамвайные линии в городах, где они у нас присутствуют, я поставил назад Татры. И даже, кстати, мы можем увидеть, что во Львове невероятно, но трамваи начали приносить прибыль. Вот, девятая линия у нас приносит 84 тысячи гривен, это очень хорошо. И двадцатая линия 41 тысяча гривен, это прям респект, молодцы. Да, и, кстати, еще, чтобы нам, на самом деле, было бы неплохо изменить в сегодняшней серии, это вот этот вот, эту жесть, на самом деле, тут без мата, мне кажется, даже особо не выразится, но я постараюсь. Вы посмотрите на это, сколько здесь, 134-200 человек на две разные линии, здесь ждут своего автобуса, ну, это ж... Я не знаю, как это комментировать, но это просто ужас. Бедные мои люди во Львове, которые живут, пытаются туда доехать. Ужас. Если только три автобуса суживают эту линию, мне кажется, ну, как бы, можно, наверное, больше. На какую линию, кстати, больше ждут? Да, на Львов-Ярымче. В принципе, наверное, можно было бы увеличить количество автобусов, но мы, пожалуй, этого делать скорее не будем. Банально, потому что мы прямо сейчас будем заниматься, наконец-таки, статистом новой железнодорожной ветки, и, наконец-таки, мы подсоединим оставшиеся три города, непосредственно, с Валява и РМЧ, Трусковец, к нашей общей железнодорожной сети. Непосредственно у нас будет отходить вилка от Львова, проходить через эти три города вот таким вот огромным объездом, и заходить тут еще одну развязку железнодорожную в Одессу. Думаю, что там будет довольно-таки неплохо. Я, на самом деле, долго думал, пытался придумать, как же там тут что лучше сделать. Может быть, каких-то этих городов просто тупик поставить и сделать это, так скажем, отдельным направлением, но я все-таки подумал, здесь это все дело скорее лучше закольцевать. Так что мы, наверное, так и поступим. В принципе, у нас деньги на это более чем имеются, тем более даже на строительство какие-то горные железнодороги, то здесь можно увидеть, что там довольно-таки много гор, которые нужно будет успешно придумывать, как обходить. И, разумеется, здесь у нас будет довольно-таки много интересных, интересной железной дороги. Особенно будет интересно это видео последнее, посмотрите, в Турсковце. Ну и что ж, давайте потихонечку, наверное, приступать к строительству и к разгрузке наших междугородних автобусов. Все-таки не зря мы в одной из предыдущих серий их подсоединили к остальным городам. Прибыль там, конечно, хорошая. В принципе, даже за все время, что это уже записывается, у нас плюс 80 миллионов гривен стало. Ну что ж, давайте, по крайней мере, развязку построим, наверное, все-таки с остановкой времени. Не думаю, что будет нам в минус. Так, что мы можем здесь вот выбрать? Я буду здесь, кстати, строить, как я уже и сам говорю, наверное, неоднократно. Мы будем строить здесь линию без контактной сети. Да. У нас, скорее всего, деньги, конечно, на это все дело имеются. Но, так как здесь, в принципе, во-первых, и горы, и для рпшности, и потому, что нам, как бы, не хватает немножко неэлектрифицированных участков, так что мы здесь организуем именно неэлектрифицированный участок. Так что, приступаем потихонечку к самосредельству. У нас тут будет, разумеется, интересная какая-нибудь развязка. Можем сделать здесь вот отход вот такой вот. Здесь, разумеется, нужно будет построить мост. И как-нибудь она будет нас отходить куда-то вот сюда, в Сваляву, проходить здесь вот через горы, точнее, между ними. Да. Ну, это уже, так скажем, немножко будущие планы. Такс. Как мы здесь можем построить мост? Нам нужно припаять данный инструмент и организовать здесь мост. Прекрасно. Вроде бы как, даже не особо высокий. И, разумеется, сделать его нужно прямым. Почему бы и нет. Такс. 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 Ну, вроде бы как, относительно неплохо. Остается выбрать, соответственно, сам мост, который мы здесь установим. Ну, такой, наверное, не очень сюда будет установлен. Здесь он имеет опору. Опора это в данном случае не будет хорошо. Хотя давайте поставим, знаете, каким образом? Все-таки у нас довольно-таки много ферменных мостов и так здесь имеется. Так что давайте мы построим что-то, что-то вот такое. Наверное, будет относительно красивенько вот так вот поставить. Такс. И куда-нибудь его вот в эту сторону направляем. Неплохо. Такс. Теперь нам нужно, разумеется, перевести это все в железную дрову куда-то вот сюда. Здесь нам нужна насыпь. Делаем вот таким образом, разумеется, насыпь. Довольно-таки интересная кривая здесь, конечно, у нас получится. Ну, да ладно. Вот так вот делаем. Такс. И вот сюда. Стыковываем. Прекрасно. Здесь тоже делаем насыпь. И, ну, вроде как, неплохо. Такс. И вот сюда вот мы присоединяем. Довольно-таки, кстати, неплохо мы еще тут в светофоры встраиваемся. Это есть хорошо. Такс. Давай здесь вот мы, пожалуй, опустим. Так. Что-то здесь вверх идешь. Мне интересно. Ну, да ладно. Непон, конечно. Ну, ладно. Подождите. Может быть, надо, наверное, все-таки вот так вот аверс делать, да? Когда будет лучше. Здесь, конечно, интересные насыпи получились, наверное, высоковатые, может быть. Ну, да ладно. Как уж построили, не будем тратить деньги на рассос этого всего дела. Такс. И выравнивается это все дело где-то, где-то аж вот здесь. Неприятно. Неприятно. Скорее всего, нам придется все делать какую-то кривую и вести прямую вот сюда. И здесь еще одну кривую делать. Невероятно. Ну, ладно. Такс. И вот отсюда мы должны вот сюда вот как-то все дела поднять. На дорого, конечно. Ну, да ладно. В ту сторону эта разрядка смотреть в любом случае не будет. Нам нужно съесть только лишь во львов с этой стороны. Так что то место мы не затрагиваем. Такс. Дальше нам, опять же, как я уже сказал, нужна кривая. Чтобы построить, давайте мы сначала приведем вот сюда вот прямую. Куда-то вот сюда. И здесь вот уже соединим кривую саму. Такс. Здесь, разумеется, мы этот модификатор убираем. Здесь, кстати, можно еще и мостик в принципе сделать на самом-то деле. Мне кажется, здесь оно и так находится на возвышении. Хотя, блин, вот это вот все возвышение, конечно, ну, неприятно. Очень неприятно. Я думаю, что мы скорее здесь вот сделаем вот так. Дорожку данную снесем. Да, давайте мы здесь поставим какую-нибудь вот такую вот здесь дорожную прямую. Вроде как смотрит примерно ровно, куда нам нужно. Даже давайте вот так немножечко сделаем. Неплохо. Тратим на это 300 тысяч гривен. Не особо много, конечно. Это хорошо. не особо много. Так, с нам нужно здесь вот организовать. Так, здесь у нас, я бы еще немножечко насыпи бы организовал. Вот, немножечко совсем. Вот куда-то досюда. Так, и здесь мы организуем уже мост. Непосредственно здесь уже будет мост. И это наши мосты. Вот, вот хороший, да? Да, вроде как опускается прямо. И вот здесь мы уже будем делать не мостом, а насыпью. Так, и ведем это все дело по прямой куда-нибудь вот сюда. И вроде бы как даже отсюда можно в принципе строить кривую и будет довольно-таки неплохо. Здесь, конечно, у нас образуется тоннель. Это неприятно. Не хотелось бы тоннель. Ага. А выкапывать это все дело, кстати, дороже. В принципе, так-то можно оставить тоннель. Мы все-таки туда как-то в горы уходим. Так что ладно. Пусть будет. Тем более так дешевле. Так, с это все дело мы просто строим пока что просто параллельно. и вот такой вот у нас здесь тоннельчик будет. Да, здесь, конечно, будет крайне интересная живописная ветка, так как все-таки вот мы тут то на тоннеле, то здесь мост, снова подъем в гор, интересно получается. Так, здесь, в принципе, на мост зачем нужен был? Правильно, для того, чтобы здесь выбрать назад эти вот дороги и непосредственно вот сюда нам отвезти новую дорогу. Непосредственно она должна будет проходить под опорами. Так, вот таким вот легким образом, красивенько. Так, здесь вот уже на гору пусть она вот как-то вот так поднимается. Конечно, дороговато, наверное, ну да ладно. Можно это как-то сделать, может быть, подешевле, если мы вот так вот поведем и вот сюда. Да, теперь дешевле и лучше. Ну что ж, конечно, интересная дорога получилась, интересная дорога по большим склонам, но зато, зато красиво. Так, теперь нам нужно здесь вот непосредственно организовать железнодорожный вокзал. Для этого мы, скорее всего, в ущерб данным дорожкам и в ущерб данным зданием мы расположим железнодорожный вокзал где-нибудь вот здесь. Так, по строке, чтобы нам тут расположить. Наверное, это должен быть далеко не самый большой вокзал, может быть, даже, кстати, с вот таким вот зданием на 320, давайте, метров, без электрификации, те путей обычные. Здесь, в принципе, у нас они так и останутся. Вот те, что мы пути здесь сейчас строим, то, скорее всего, я их уже менять никогда на другие пути не буду. в отличие от другой железной дороги, которую мы потом будем обновлять на чуть более интересные новые пути. Так, как бы нам тут теперь это все дело пристроить? Не думаю, что нам, в принципе, с Валяви нужна какая-то, нужна будет какая-то большая сортировочная станция, но я думаю, что, в принципе, тут в последней платформе как-нибудь пристыкуем одну грузовую платформу. В ЕРМЧ, наверное, примерно то же самое сделаем, так же, как и в Трусковце. Да. Так, здесь у нас что? Надо поставить платформу только как-нибудь так, что мы могли сейчас здесь поставить другой вокзал, так как этот, в принципе, не самый, так скажем, красивый, который мы здесь можем установить. Нам нужно выбрать немножко другой, получше. Так, у нас есть, в принципе, вот такой, и он точно такой же, как у нас стоит сейчас в кривом роге. Но я думаю, что, в принципе, на самом деле вот сюда он очень даже пойдет. И давайте краски его мы сюда и установим, почему бы и нет. Миленький, красивый, вот такой вот вокзальчик пусть здесь у нас располагается. Так, вот таким вот образом давайте сделаем. Так, теперь нужно только лишь что-нибудь сделать с рельефом. Нам нужно его разровнять. делать это довольно-таки легким способом, примерно вот таким. Так, и немножко надо подкрасить нам здесь площадь, так как здесь все-таки будут нас ходить люди. Давайте даже мы ее не подкрасим, а построим здесь какую-нибудь вот такую вот штуку. Или же плитку лучше прям сразу же, чтобы красиво здесь было. Давайте, в принципе, не будем жалеть и построим здесь вот плиточку только вот так вот, скорее всего, сделаем красивенько. Вот так вот, build anyway почти. Вот так вот, да. Чтобы здесь непосредственно не могла происходить никакая застройка ванильная. теперь нам уже здесь непосредственно установить грузовую одну буквально платформочку вот таким вот легчайшим образом и установить пути обычные неэлектрифицированные. Также поставить какое-нибудь грузовое здание. Скорее всего, очень небольшое. прямо с этой стороны вокзала. Вот так вот одно здание сюда и одно вот сюда. Здесь мы разровняем почву под их уровень, поставим городскую дорожку такс и ее подсоединим вот сюда. Давайте нет, не так, не так. Ну ладно, пусть будет вот так. Неплохо. Ну что ж, остается только лишь приценить немножечко путей. Так, кстати, нам нужно сделать легкий образ. неприятно, очень неприятно. Здесь нам еще и нужно отвести пути прямо вот таким вот образом хотя бы чтобы у нас здесь можно было построить как пути крест-накрест, так и вот этот вот отъезд небольшой. Так, вот так вот. Так, здесь вот можно будет. Надеюсь, что можно будет. Ужас. Как так можно? Во, все прекрасно. Так, и давайте мы здесь вот скорее всего немножечко снесем путей вот таким вот образом, чтобы у нас больше кривая могла здесь вот получиться, да, и больше не было никаких ужасных насыпей. Вот так все следим. И готово. Ну и что ж, посредственно первый перегон от Львова до Свалявы у нас готов. Нам нужно повторить первые те же действия на втором, третьем и четвером перегонах между этими всеми прекрасными городами. Если только я изменю какие-то решения, то, разумеется, об этом скажу. Но пока что тайм-лапс! Играет музыка Играет музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что ж, следующий Я думаю, что вы сами думаете Думаю, понимаете Нужно изменить это Непосредственно перенести данную остановку Постройки Основочка Давайте вот такую И вот сюда Все Для этого мы создаем новую линию Разумеется у нас здесь будет Одна ветка Отсюда идти до Свалявы. Получается вот таким вот образом. В Сваляве, разумеется, мы прожимаем альтернативный путь. И в Львове делаем абсолютно то же самое. Прекрасно. Так, и нам сюда нужно запустить будет новый поезд, а именно дизель-поезд, который я вам обещал запустить еще очень-очень давно. И, наконец-таки, мы до них добрались, пацаны. У нас здесь есть, конечно, вот такой вот D1, есть DR1. Думаю, что в дальнейшем они у нас сменятся на DR1A. Так что вот такие штуки мы пока что запускать не будем. А давайте выберем вот такую вот штуку. Давайте даже все-таки не ранний, а такой желто-красный красивенький. И давайте запустим его на 4 пока что вагона. Не думаю, что нам сильно понадобится больше даже в дальнейшем. И запускаем его на линию А1. Прекрасно. Запустился. И можем даже на него, если это посмотреть, если не, конечно, будет ножка, друг в друге находиться временно. Но можем ускорить немножко времени. И вот, непосредственно, эти штуки у нас выезжают из нашего образованного тупикового депо в конце Трусковца. И они у нас успешно выезжают на линию. Прекрасно. Да, наконец-таки и дизельные вот такие вот поезда мы смогли задействовать на наших линиях. Может быть, в дальнейшем у нас это все-таки ветка электрифицируется, но, скорее всего, взамен какой-то другой. Пока что не знаю точно какой, но посмотрим потом. Ну и вот, да, у нас запустились наши первые дизель-поезда. В принципе, теперь у нас такая штука у нас будет кататься на нашей одной из самых красивых, возможно, ветра. Нам, разумеется, нужно запустить еще один какой-нибудь поезд, который у нас будет ходить между всеми этими станциями и, разумеется, тоже Львовом. Так, соединяем вот сюда станцию. Здесь мы проезжаем, разумеется, тоже все альтернативные пути. Абсолютно неважно, куда он изначально прибывает. После Львова в Сваляву, потом в Яремча и в тупик Трусковце. Наоборот, вот сюда куда-нибудь. Здесь немножко в Яремче неприятно, так что мы здесь меняем примерно. Вот таким вот образом пусть они у нас ходят. Так, здесь у нас все хорошо. После Яремча ставим ссылку вот сюда. И да, здесь, в принципе, ничего не меняется. Ну что ж, на самом деле, возможно, не очень бы хотелось, чтобы у нас именно в Сваляве была конечная нашей линии, но я думаю, что, в принципе, пусть доезжают до Яремча, от Львова почему бы и нет. Не знаю пока, что есть ли смысл запускать нам еще один дизель-поезд, который будет ходить между всеми этими вот тремя городами, раз у нас сейчас будет один единый, так скажем, большой дальнего следования. Но потом посмотрим, как у нас он будет справляться, и будем потом смотреть, лучше ли нам будет допускать что-то еще. Разумеется, эта вся линия будет потом еще эксплуатироваться под грузы, но думаю, что эту серию можно разделить на две части, и в девятнадцатой серии мы будем заниматься здесь полностью созданием всех грузовых маршрутов. Да, но сейчас только лишь пассажирские. Здесь нам нужно выбрать непосредственно дизель какой-нибудь состав. Думаю, что это будет, в принципе, самая ванильная обычно М62, почему бы и нет. И сюда мы запустим некоторое количество вагон. На линию 2 мы запускаем, да. Да, здесь у нас все, в принципе, хорошо. Так, мне только не нравится, что здесь вот у нас, аж вот, точнее, вот здесь у нас меняет пути. Это not good. Да, так что нам нужно здесь вот с этим что-то делать. Сделать мы можем следующее. Поставить путевые точки, путевые точки. Что же можем сюда теперь поставить? Раз у нас здесь не имеется электрифика, значит, скорее всего, распределить шкаф. Нам здесь не понадобится. Абсолютно точно так же, как и натяжители контактной сети. Ладно, давайте такую штуку поставим непосредственно на обозначение белая шпава. Просто вот такая у нас здесь вот будет. Такс, и... Линия 2. После Яремча мы добавляем путевую точку вот здесь. Будем делать то же самое со всеми оставшимися линиями. Так, ну ладно, думаю, что в Трусковце давайте пусть он прорывает на первый путь. Все-таки у нас, в любом случае, единственный пока же состав. Да, ну и что ж, он у нас уже выехал из Толдепо, и вот он будет... Вот он вот здесь уже проезжает мимо Трусковца. Направляется в сторону оставшихся станций. Да, ну и что ж, вот такая вот красотинушка у нас образовалась. Ну и на этом, я думаю, можно потихонечку заканчивать. Мы дождемся, наверное, еще только 1974 года, посмотрим, что там откроется. И, кстати, сразу нас тут выливается проблемка, да. У нас М62 весь этот состав во всю эту ворту тянуть не может. Крайне печально. Крайне печально. А ты у меня что выбрал? Ты что не на этой линии должен. Или ты куда отправился? Или я его не на ту линию запустил? Ну, два. О, все. Да, теперь нормально. Так, у нас наступил 1974 год, я там видел, вроде как, лазики у нас новые открылись. О, два теги! Вот красота! Да, прям как то, что нам надо. Прям то, что нам надо. ВЛ-10 еще один. Так, цистерны большие. Да, 2Т10В. Это гуд, это гуд. Ой, квадрокабинная Р2. Ну, квадрокабинная Р2 это еще, ну, не на сегодня все же, да. Но вот 2Т10 это хорошо. 2Т10В это очень хорошо. Мы его в моменте где-нибудь вот здесь вот находим, наверное. Должен быть где-то здесь. Или не должен, походу. Да, походу они только здесь. Ну, ладно. Ну, и что ж. Думаю, что нам нужно выбрать какой-нибудь из них и непосредственно запустить. Давайте тут, который, наверное, потемнее. Мне почему-то нравится, который потемнее. И нам нужно, разумеется, его перетащить в самое начало. И у нас тут, конечно, все такие зеленые, советские. Надеюсь, потом покраситься в чем-нибудь поинтереснее, да. Изменяем на 8 миллионов кривнев еще тратим, но, тем не менее, у нас имеется новый составчик. И вот красота, посмотрите. Не, ну, прикольно. По-моему, хорошо. Так, он у нас, получается, должен будет теперь немножечко эффективнее тащить этот состав. Лучше надеюсь, что, в принципе, так и будет. Да, вроде бы, как раз-таки на Украине с пассажирским составом у нас МТ-шки и ходят как раз-таки. Так, что все здесь, в принципе, рпшно, красиво, прекрасно, да. Нормально. Можно даже посмотреть на проезд этого состава. Вот такая вот красота у нас здесь происходит. Я думаю, что за это, в принципе, можно и лайк поставить, да. Надеюсь, что да. Да. И вон у нас уезжает в тоннель. Прикольно. Ну, что ж. Вот такая вот на сервере красота происходит. Одна из самых, как по мне, атмосферных линий была успешно запущена. В следующей серии мы будем заниматься организацией грузовых доставок по всей этой ветке. Непосредственно, ее интеграцией в нашу общую железнодорожную систему. Но это мы с вами будем потихонечку заканчивать данный видеоролик. Собственно, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это очень важно. Крозу-милучно поддерживайте, мотивируйте, делайте мишен прайдерс, подсчет всем, кто-то делает, но всем вам! Я же удачи! И всем пока! ДА-ДА-ДА-ДА! Продолжение следует... Продолжение следует...